Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Артём Солодов. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольска и региона на этот час. Тобляков и жителей района приглашают на бесплатную вакцинацию от гриппа, причем сделать прививку можно одновременно с вакциной против COVID-19 или вакциной от пневмококовой инфекции. То есть совместное введение этих вакцин, она допустима. Если вы сделали одно или другое, то тогда после того, как вы поставили предыдущую вакцину, должно пройти не менее 14-30 дней. Ну или если двухкомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции, то 42 дня. Пройти вакцинацию можно в Центральной поликлинике, в филиалах в 7-м микрорайоне и по улице Трудовой, а также в Менделеево и отделении медицинской профилактики на улице Красноармейская, 4, а жителям Тобольского района в ФАПах, врачебных амбулаториях или участковых больницах. Также есть возможность привиться и на рабочем месте. Для этого организованным коллективам необходимо обратиться по телефону 25 29 44 и согласовать дату выезд за прививочные бригады. С начала сезона почти 200 жителей области заболели инфекциями, передающимися через укусы клещей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора. В Тюменской области зарегистрировано 92 случаев заболевания клещевым энцефалитом и 98 клещевым боррелиозом. Всего же по факту присасывания клещей в медучреждения области обратились 24 650 жителей, из них почти 4,5 тысячи – дети до 14 лет. При этом Тобольский и Тобольский район по числу присасываний занимают второе место. Отметим, что наиболее эффективным методом профилактики клещевых инфекций является вакцинация, состоящая из двух прививок. Еда в школах на особом контроле. Кому положено бесплатное двухразовое питание, кто составляет меню и какие существуют требования к продуктам, узнала Наталья Китова. Вкусно, полезно, сбалансировано. Горячие порции уже на столах. Сегодня в рационе учеников картофельное пюре с галюшом из говядины, компот из вишни и иодированный хлеб. За качеством питания в школе номер 15 следит родительская общественность. Это многоступенчатый контроль у нас идет. Ежедневно контроль медицинский работник, ответственность за питание. На закладке утром с 7 до 8 присутствует либо директор, либо социальный педагог. От родительской общественности мы выбираем комиссию, которая раз в месяц должна пройти, проверить состояние питания, составить акт. По нормам Санпина завтрак в школе включает горячее блюдо и горячий напиток. Обед должен состоять из салата или овощей. Первого и второго блюд, десерта и горячего напитка. При этом в продуктах минимальное количество соли, сахара, а также насыщенных жиров. В столовой очень вкусно кормят, обычно всегда по-разному. Дают пюре, запеканку, лов и так далее. А твоя любимая? Запеканка еще раз. Готовят очень вкусно и просто люди не едят. Могли бы добавить иногда фрукты или что-нибудь такое. Все вкусно, все здоровое. Мне больше всего нравится гречка в столовой с мясом и выпечка. Вся информация, расходы и меню на неделю есть в приложении электронного дневника. Для этого необходима регистрация на сайте госуслуг. Бесплатное горячее питание предоставляется всем ученикам начальных классов без исключения, но только один раз в течение учебного дня. Причем это может быть как обед с супом, так и завтрак с горячей кашей. Детям с ограниченными возможностями здоровья предоставляется двухразовое бесплатное питание. На это выделены средства из федерального бюджета. Рассчитывать на два бесплатных приема пищи также могут дети из малоимущих семей при наличии необходимых документов. Юлия Савиных, Наталья Китова, Ярослав Прохоров. Тобольское время. Тюменская область получила субсидию на проведение фестиваля «Лето» в Тобольском Кремле. Сибирские сезоны в 2023 году. Цикл мероприятий пройдет в Тобольске с 27 мая по 30 июля следующего года. Он будет включать в себя культурно-зрелищные и гастрономические события, раскрывающие туристический потенциал, историю, культуру, традиции Тюменской области. Конкурсный отбор заявок среди субъектов страны проводило Федеральное агентство по туризму. Регион получил 14,5 миллионов рублей. Новый совместный проект Тобольского драматического театра и Тобольского музея-заповедника. Общее погружение в историю намечено 14 и 15 сентября. Сначала табаляков ждет экскурсия по тюремному замку, затем спектакль «Меж юношей безумных» во дворе музея. Премьера исторической хроники состоялась в прошлом году. Спектакль посвящен пребыванию в Тобольске декабристов. Уникальная в своем роде постановка, созданная на основе архивных материалов, при этом с кинофрагментами. Историю ссылки представят зрителю в необычном формате среди тюремных стен. Планировалось сделать это еще в прошлом летом, но планом помешали санитарные ограничения. Билеты на экскурсию вы сможете оплатить в кассе музея, билеты на спектакль в кассе театра. 11 сентября город принимает традиционный полумарафон. Самый протяженный маршрут займет больше 20 километров. В связи с этим схема движения транспорта будет изменена. Наша съемочная группа проехалась по городу и выяснила, как предстоит перемещаться табликам в первой половине воскресенья. С 8 до 13 часов 11 сентября табликам придется скорректировать привычные маршруты. В городе пройдет настоящий праздник бега – Тобольский полумарафон. Поэтому в части города от Кремля до проспекта Менделеева движение транспорта будет перекрыто. По многочисленным просьбам граждан мы запускаем в качестве эксперимента улицу Октябрьская от пересечения с улицы Радищева до Никольского взвоза в двухстороннем режиме. То есть фактически автотранспорт может будет поворачивать с улицы Радищева налево. Под гору можно будет ехать по двум полосам и по одной полосе возвращаться с горы. С улицы Октябрьской можно выехать до Кольца ПТП через Пятую Северную и далее на Комсомольский проспект. Перекресток проспектов Комсомольского и Менделеева пересечь будет нельзя. Там проходит трасса марафона. Разрешен поворот направо в сторону улицы Юбилейная. Выехать из города можно будет по улице Неймышева. На проспекте Дзираева останется открытым лишь исходящее направление в сторону ЗАПСИП «Нефтехима». Его сделают двусторонним. Сориентироваться в измененной схеме движения помогут знаки. Все маршруты движения транспорта и все изменения будут сопровождаться техническими средствами организации дорожного движения. То есть просьба огромная руководствоваться именно знаками. Если вы планируете перемещаться общественным транспортом, то ключевыми остановками станут гостиница «Азимут» и проспект Менделеева возле торгового центра «Плаза». Здесь будут осуществляться пересадки. Платить за проезд дважды не придется. В помощь пассажирам запустят специальные автобусы-шаттлы. Шаттл – это бесплатный маршрут, который довезет вас до конечной точки, которую мы вынуждены были исключить в связи с проведением марафона. То есть два раза платить за проезд не нужно. То есть доезжаем до «Плазы», переходим дорогу, садимся на шаттл, доезжаем до необходимой остановки в седьмом или седьмом амикрорайоне. Шаттлы будут курсировать каждые 20 минут. Ограничение маршрутов действует до 13 часов, поэтому если есть возможность перенести поездки по городу на вторую половину дня, проще будет поступить именно так. Анастасия Терехова, Рустам Рудеев, Тобольское время. Путешествующий книжный магазин «Фестиваль книги» в городе снова в Тобольске. Уже в эту пятницу и до 18 сентября гостиный двор, водонапорная башня, Красная площадь, аптекарский сад и мультицентр «Моя территория» станут местами знакомства и обмена опытом. Больше 60 событий для всей семьи. Чтение в аптекарском саду, лекции и дискуссии для взрослых горожан, встречи с авторами, художниками, издателями, архитекторами и даже популярными блогерами. На мастер-классе «Привет, Тобольск!» гости узнают о том, как лучше смотреть на город. Из окна автомобиля и рейс седла велосипеда и в какие интересные и тайные места можно прикатить и на двух колесах. Обязательно ли ехать далеко, чтобы оказаться в экстремальных условиях и почувствовать себя полярником? Кто такой книжный блогер и многое другое? Полная программа фестиваля есть на официальном сайте. Памятную медаль в честь 80-летия обороны Севастополя вручили сегодня Марии Сидоровне Загребельной. Она единственный участник тех героических событий, проживающих в Тюменской области. Ветеран Великой Отечественной войны в Тобольск из Крыма приехала несколько лет назад. Подробнее расскажет Елена Макова. Вы тот единственный, я не побоюсь этого слова, человек, который сегодня с нами в нашем городе, кто был участником тех событий, кто помнит это прекрасно. И во имя вашего подвига, во имя вашего труда и заслуг сегодня Севастополь под надежным крылом нашей России. Я за всех, что со мной были, тяну. Да, иди, иди сюда на Тюменской области. Да, сколько наш было с колхоза молодежи. Единственная в Тюменской области Мария Сидоровна Загребельная участвовала в обороне Севастополя. А сегодня принимает поздравления. Очередная памятная медаль, как напоминание о событиях тех дней. Их ветеран Великая Отечественная помнит в мельчайших подробностях. Войну встретила в 19 лет. Хрупкой девушке пришлось пережить многое. Вместе с другими рыло противотанковые рвы, а санинструкторам вынесло с поля боя немало раненых солдат. Переправляла их на Большую землю при фронтовой госпиталь. И вновь возвращалась в свою часть. Демобилизовалось звание сержанта. Я 23-ю, сестернка Катя 25-ю. Из колхоза же все были. Все были. И они все попали в Германию. А я была уже как комсомолка. В другое место попала. И я потерялась. В 1941 по 1944 год без вести пропавшая была. За доблесть и героизм Мария Сидоровна награждена двумя боевыми наградами. Медалями за оборону Севастополя и за победу над Германией. После войны работала на заводе и в детском саду нянечкой. Своих воспитанников она вспоминает с особой теплотой и нежностью. Несколько лет назад окончательно переехала из Крыма к сыну в Тобольск, где окружена заботой и вниманием близких. В нашем городе она бывала часто и успела полюбить его. И хоть сейчас уже подводит здоровье, Мария Сидоровна не сидит без дела. Перенести все тяготы военной службы ей помогло чувство юмора. Это и секрет ее долголетия. В следующем году, 12 июня, Мария Сидоровна Загребельная отметит 100-летний юбилей. Елена Макова, Ярослав Прохоров, Тобольское время. Деловой партнер программы «День за днем» – выставка продажи меховых изделий от Максимова. 10 и 11 сентября. ДК «Синтез». Ярмарка мужских и женских меховых изделий. Кировская норка. Пятигорский мутон. Турецкие дубленки. Отличное качество. Выгодные условия. Далее прогноз погоды о том, какие события будут происходить в Тобольске дальше, мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова